Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. В эфире новости Анапы. Регион. В студии Татьяна Григорьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Чтобы бесперебойно уже начать снабжать город питьевой водой. Выходим из засухи. В Анапе стабилизируется ситуация с подачей воды. Уже завтра системы водоснабжения должны заработать в штатном режиме. Это память. Это наша жизнь. Памятники военной истории вместо ларьков. В городе воинской славы восстанавливают историческую справедливость. Дети очень радуются при получении подарков. Когда чужих детей не бывает. Анапчаны-предприниматели призывают помочь собрать в школу ребят из малоимущих семей. Анапа приходит в себя после крупной аварии на магистральном водоводе. Напомним, порыв случился вчера в 4 часа утра. Все силы были брошены на его устранение и ликвидацию последствий. Глава города Юрий Поляков созвал экстренное заседание по чрезвычайным ситуациям. Организовал оперативный штаб. 40 человек и 15 единиц техники работали на месте аварии. Ход работ лично контролировал глава города. Параллельно в социальные объекты и к домам жителей курорта был организован подвоз воды. Крупнейший за последние 10 лет порыв был устранен уже вечером того же дня. В 22 часа очистные водоводные сети были запущены. И уже в 3 ночи очищенная вода пришла в накопительные емкости верхнего ДжМТ. Первый потребитель это у нас по пути следования водовода. Это Пионерский проспект был после резервуаров. И затем уже вода начала подаваться в город. На нижнюю часть первую и на многоквартирные дома. Третий микрорайон. Но сегодня третий микрорайон у нас наверное к обеду уже был полностью с водой. Но ситуация по-прежнему остается напряженной. В данный момент город потребляет 3600 кубометров воды в час. Это небывалый расход, который просто не позволяет наполнить накопительные резервуары до нужного уровня. Между тем, если не сделать необходимый запас воды сегодня, завтра это может обернуться для города настоящей коммунальной катастрофой. Сегодня нам придется снова понизить давление. Примерно в 17 часов наверное это произойдет. Чтобы мы смогли к завтрашнему дню выйти хотя бы с положительными отметками по уровню резервуаров. Для того, чтобы бесперебойно уже начать снабжать город питьевой водой. Но к сожалению, надежды наши не оправдались на то, что получится выйти в уровне в связи с нехваткой времени. Поэтому мы как бы приносим свои извинения напчанам и гостям курорта. И просим потерпеть, набраться сил, сделать запас воды, пока мы войдем в режим нормальный. Под ограничение водоснабжения попадут в основном многоквартирные дома и частные домовладения на возвышенности. Водоснабжение в полном объеме планируют восстановить 10 августа в 7 часов утра. На пост в сквере боевой славы заступили две сорокопятки. Легендарные орудия времен Великой Отечественной войны. Особенно в начале войны пехота остро нуждалась в поддержке артиллерии. Простая и легкая пушка часто выручала. Ценные грузы работу принимал глава курорта Юрий Поляков. Он подчеркнул, в городе воинской славы должны преобладать именно такие объекты, а не торговые павильоны. Пушки заняли места, где до этого располагались ларьки. Два изделия прибыли в Анапу из Санкт-Петербурга. Наготове небольшой кран, однако, чтобы не создавать неудобств автомобилистам, решили разгружать вручную. Основное преимущество такого полевого орудия – относительно небольшие габариты и масса. Разработанная в конце 30-х, она была верной спутницей пехоты почти до самого окончания войны. Примерно так расчеты с трех или четырех человек мог перемещать сорокопятку по полю боя. В этом случае конечные цели – два угла сквера боевой славы. Там уже подготовили места для установки. По словам главы муниципалитета, такие объекты необходимы Анапе, как городу воинской славы. Это город воинской славы. Для нас это очень важно – сохранять о традиции, учить нашу молодежь патриотизму. До этого здесь стояли киоски, где осуществовала торговля всякими купальниками, кругами. То есть это портило облик города. И мы приняли такое действительно решение – правильно на этом месте установить пушки, чтобы у него за соблазнов не было здесь что-то постоять или чем-то торговать. Сквер – это сквер. Это память. Это наша жизнь. Матвей Лопатин из Каменско-Уральского, Свердловской области. Он считает, что такой объект – неплохое наглядное пособие по истории. Очень эффективно применялось на начальных этапах войны против немецких танков. Также самое ее большое и главное участие было в Сталинградской битве. Их там было очень много. Она была легкая. Насколько мне известно, ее можно было вчетвером утолкать. Установка «Сорокопяток» – лишь начало. Заместитель главы города Роман Дикий, курирующий вопросы патриотического воспитания, уже в начале следующей недели отправится за самолетом. Одним из экспонатов – Музея военной техники, который появится на въезде в Анапу по Симферопольскому шоссе. У нас еще два там объекта есть. Объекты – это пушка и БТР. То есть, когда это успеем мы, то… 21 сентября. День освобождения Анапы. В освобождении города все успеем, все поставим. Все успеем, все поставим. Отлично. Юрий Поляков поручил не терять контакта с военными и силовиками, чтобы и дальше пополнять боевую коллекцию. Александр, Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Торговлю с тротуара пресекли в центральной части курорта. Комиссия во главе с вице-мэром Эдуардом Балмышевым совершила очередной рейд по улице Красноармейская. Район речки Анапки – место оживленное. Манят не только туристов, но и нелегальных торговцев. Очередной факт несанкционированной торговли выявили специалисты муниципального контроля и заместитель главы Эдуард Балмышев. Предприимчивые граждане решили сэкономить на аренде земли и установке цивилизованной торговой точки. Виноград продавали прямо с тротуара. Нелегальную торговлю пресекли. На рынок идите работать, вместо власти сроки здесь не получите. В отношении нарушителей составлены протоколы. Их передадут на рассмотрение административной комиссии, где определят размер штрафа. Стоит отметить, что торговцев не первый раз привлекают к административной ответственности. И если за первое нарушение штраф 4 тысячи рублей, то за повторное уже 5. Анапа – самый экологически благополучный город. Так считает большинство россиян, принявших участие в социологическом опросе, который провел аналитический портал «Домофон.ру». Из более чем 60 тысяч опрошенных соотечественников, большинство считают Анапу самым чистым и экологичным городом в стране. Курорт возглавил рейтинг, в который вошли 150 городов. В тройке лидеров – курорты Краснодарского края. На втором и третьем местах – Геленджик и Сочи соответственно. Главные показатели благополучной экологии района – это большое количество зеленых зон, санитарное состояние, отсутствие промышленных предприятий. Отметим, что накануне Анапа вошла в тройку лидеров среди городов по качеству работы служб ЖКХ. Россияне считают наш курорт одним из самых чистых и ухоженных. А еще раньше Анапа возглавила рейтинг самых благоприятных городов для проживания. 90-летний юбилей отметил житель хутора «Рассвет» Владимир Дорофеевич Гаврилов. Общественный деятель, тесно связанный с культурой, он и в своем почтенном возрасте продолжает вести активную жизнь. Пишет книги, участвует в творческих и патриотических мероприятиях. Сегодня в сельском доме культуры юбиляр принимал поздравления и подарки. С днем рождения, успеха, радости, везения. Владимир в переводе из древнегреческого – защитник, помогающий людям. Именно таким его и знают земляки. Более 30 лет он посвятил родному хутору «Рассвет». Работал инженером, преподавал в сельской школе, пишет стихи и принимает участие в патриотическом воспитании молодежи, в местных и городских мероприятиях. А сегодня он самый главный герой большого праздника. От имени министра культуры Краснодарского края Виктория Юрьевна Лапиной, вы ее знаете, от имени главы города-курорта Анапа, от себя лично, от всех работников культуры нашей «Солнечной Анапы» я вас сегодня душевно поздравляю с этим прекрасным юбилеем, с днем рождения. Я от души желаю вам крепкого здоровья, чтобы вы были так же молоды душой. У Владимира Гаврилова непростая судьба. Был в оккупации в годы Великой Отечественной войны в Туапсинском районе. В 1948 году ушел служить в ряды воздушно-десантных войск. Но карьера военного не сложилась, о чем совсем не жалеет. Владимир Дорофеевич – человек творческий, его жизнь неразрывно сопряжена с культурой. Даже о своей биографии рассказывает в стихах. Направили служить в десантный полк. Знали, будет из танкиста топ. Сайростата прыгал с самолета. Звали нас крылатая пехота. В просторе неба окунулся, На седьмом прыжке споткнулся. Повредил колено, порвал связки. Случается такое в плохой сказке. В госпитале долго провалялся. Служить негодный, я домой подался. Народным поэтом Кубани уже написано две книги. А специально к юбилею сотрудники Центральной библиотечной системы издали новый сборник его стихов. Экземпляры займут почетное место во всех городских и сельских библиотеках. Это человек такой светлой, доброй души. Он просто, наверное, дает стимул окружающим, когда с ним сталкиваешься. И какие-то проблемы жизненные становятся самыми пустяковыми по сравнению с тем, что он пережил и что он сейчас пишет, творит. Замечательный человек, творческий человек. Мы просто с ним работаем с удовольствием. У Владимира Дорофеевича большая семья. Три дочери, пять внуков и девять правнуков. Своё творчество он посвящает им и считает, что самое главное ещё впереди. Ведь 90-летний рубеж – это далеко не предел до человека, который любит жизнь. 38 анапских семей подготовили своих детей к новому учебному году благодаря благотворительной акции «Соберём ребят в школу». Центр социального обслуживания населения организовал сбор вещей, канцелярии и других школьных принадлежностей для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Предприниматели и жители города активно откликнулись на призыв о помощи. Ведь чужих детей не бывает. В семье Ардышевых трое детей. В этом году младший пойдёт в первый класс. Подготовка ребёнка к школе требует больших денежных затрат. А в данный момент семья испытывает финансовые трудности. Такая помощь, по словам главы семейства, для них существенная. Выбрали рубашки, две штуки, жилетку, рюкзак подарили ему с принадлежностями, сертификат дали. Ну, в принципе, всё устраивает, всё нормально. Спасибо, что есть такие люди добрые, помогают. Для помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Анапский центр социального обслуживания населения организовал ярмарку «Вторые руки». На её базе и проводится акция «Соберём ребят в школу». Сюда предприниматели и просто неравнодушные анапчане приносят вещи, школьные принадлежности, предметы первой необходимости. Только за сегодняшний день в школу собрали детей более чем из десятка семей. Но тех, кому нужна помощь, ещё много. Я хочу пригласить к участию в этой акции всех анапчан, которые имеют возможность помочь нашим семьям, нашим несовершеннолетним в таком ответственном моменте, как подготовка к школе. Дети очень радуются при получении подарков, очень выражают восторг, эмоции. Им всё здесь очень нравится. Так что спасибо всем, кто неравнодушен. В Центре социального обслуживания населения есть списки того, что требуется малоимущим. Благотворительную помощь принимают по адресу советская 134А в будние дни. Всего в поддержке нуждаются 66 анапских семей. Больше половины из них, благодаря помощи меценатов, уже собрали детей в школу. Помочь остальным может каждый из нас. Ольга Родина, Ксения Сипко и Михаил Попов. Анапа. Регион. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова